Мы с вами начинаем повторять раздел «Текстовые задачи». И сегодня поговорим о задачах на движение. Прежде чем мы приступим к решению ключевых задач, давайте вспомним основную формулу, которая описывает движение. Здесь S — пройденное расстояние, V — скорость движения, T — время движения. В математике при решении задач считается, что тела двигаются прямолинейно и равномерно. Скорости постоянны в течение определенных промежутков времени. Скорости не меняются при поворотах. Движущиеся тела считаются материальными точками, не имеющими размеров и массы, если в условии задания не указаны размеры тела. Теперь давайте рассмотрим возможные виды движения двух тел по прямой. Движения навстречу друг другу. Если тела движутся навстречу друг другу, то скорость их сближения равна сумме скоростей данных тел. Если первоначальное расстояние между двумя телами, движущимися навстречу друг другу, со скоростями V1 и V2 равно S, то время, через которое эти тела встретятся, равно S, деленное на сумму V1 и V2. Следующим мы рассмотрим движение тел в противоположные стороны. Если два тела движутся в противоположные стороны, то скорость их удаления друг от друга равна сумме скоростей этих тел. Расстояние между двумя телами, которые движутся в противоположные стороны, со скоростями V1 и V2, через время T вычисляется следующим образом. S равно S0 плюс V1 плюс V2, умноженное на T. Здесь S0 первоначальное расстояние между ними. S0 равно 0, если движение тел начинается из одной точки. Теперь давайте рассмотрим задачи на движение в одном направлении. Если два тела, которые находятся перед началом движения на расстоянии S, движутся в одном направлении со скоростями V1 и V2, то возможны два случая. Первый случай. Тело с большей скоростью догоняет тело с меньшей скоростью. В этом случае скорость сближения тел равна разности скоростей V1 минус V2. А время, через которое второе тело догонит первое, равно S, деленное на разность V1 минус V2. Второй случай. Тело с большей скоростью убегает от тела с меньшей скоростью. В этом случае скорость удаления равна разности скоростей V2 и V1. А расстояние, которое будет между телами через время T, равно S плюс V2 минус V1, умноженное на T. Рассмотрим задачу. Расстояние между домами Миши и Кости 34 километра. Скорость Миши 4,5 километров в час. Скорость Кости в 1,2 больше, чем у Миши. Какое расстояние будет между мальчиками через 3 часа, если из дома они вышли одновременно? Сначала найдем скорость движения Кости. Нетрудно посчитать, что скорость Кости равна 5,4 километра в час. Обратите внимание, что направление движения мальчиков не указано. Поэтому мы рассмотрим несколько случаев. Первый случай. Мальчики идут навстречу друг другу. Найдем скорость сближения мальчиков. Она равна 9,9 километров в час. Тогда расстояние, которое мальчики пройдут за 3 часа, равно 29,7 километра. То есть через 3 часа между ними будет 4,3 километра. Теперь давайте рассмотрим случай, когда мальчики идут в разные стороны. Тогда скорость удаления мальчиков друг от друга будет равна 9,9 километра в час. За 3 часа оба мальчика пройдут 29,7 километра. Поскольку мальчики шли в разные стороны, то через 3 часа между ними будет 63,7 километра. Теперь давайте рассмотрим случай, когда Костя пошел в сторону дома Миши, а Миша от своего дома в том же направлении, что и Костя. Тогда скорость, с которой Костя догоняет Мишу, равна 0,9 километра в час. Тогда расстояние, на которое мальчики сблизятся за 3 часа, равно 2,7 километра. Тогда расстояние между Мишей и Костей через 3 часа будет равно 31,3 километрам. Теперь давайте рассмотрим случай, когда Миша идет в сторону дома Кости, а Костя от своего дома в том же направлении, что и Миша. Скорость удаления Кости от Миши равна 0,9 километра в час. Обратите внимание, что основное отличие этого случая от предыдущего, то, что скорость Кости больше скорости Миши. И если в предыдущем случае Костя догонял Мишу, то здесь Костя отдаляется от Миши. За 3 часа Костя отдалится от Миши на 2,7 километров. Тогда расстояние между мальчиками через 3 часа будет равно 36,7 километров. Давайте решим еще несколько задач. Из пункта А в пункт Б одновременно выехали два автомобиля. Первый автомобиль весь путь проехал с постоянной скоростью. Второй автомобиль первую половину пути проехал со скоростью 24 километра в час, а вторую половину пути со скоростью на 16 километров в час больше, чем скорость первого автомобиля. Оба автомобиля прибыли в пункт Б одновременно. Найти скорость первого автомобиля. Ответ дать в километрах в час. Решение. Обозначим скорость первого автомобиля за х километров в час. Весь путь между пунктами А и Б обозначим за С. Тогда можно записать, что второй автомобиль расстояние С пополам проехал со скоростью 24 километра в час, а вторые С пополам километров, второй автомобиль проехал со скоростью х плюс 16 километров в час. Поскольку оба автомобиля в пункт Б прибыли одновременно, то их время нахождения в пути равны. Мы знаем, что время равно отношению расстояния на скорость. Тогда получим уравнение. Сократим обе части уравнения на С. Тогда получим дробно-рациональное уравнение. Приведем к общему знаменателю. Получим уравнение, корнями которого будут числа минус 24 и 32. Поскольку скорость автомобиля не может выражаться отрицательным числом, то ответом будет 32 километра в час. Следующая задача. Расстояние между двумя городами равное 960 километров, скорый поезд проходит за 12 часов, а пассажирский за 16 часов. Когда пассажирский поезд прошел 0,1 пути, следом отправился скорый поезд. Через какое время скорый поезд догонит пассажирский. Определим скорость пассажирского и скорого поезда. Скорость скорого поезда равна 80 километров в час. Скорость пассажирского поезда равна 60 километров в час. Пока ехал только пассажирский поезд, он проехал 0,1 всего пути, то есть 96 километров. Применим формулу для вычисления времени, о которой мы говорили выше, и получим, что поезда встретятся через 4,8 часа. Если мы переведем это число в часы и минуты, то получим, что скорый поезд догонит пассажирский через 4 часа 48 минут. Следующий тип задач, который мы рассмотрим, задачи на движение по воде. При решении задач этого типа надо помнить следующее. Если тело движется по течению реки, то скорость тела равна сумме собственной скорости тела, то есть скорости в стоячей воде, и скорости течения реки. Если же тело движется против течения реки, то скорость тела равна разности собственной скорости тела и скорости течения реки. Если же в условии говорится о движении плотов, то тогда скорость тела равна скорости реки. Собственная скорость плота равна нулю. Рассмотрим задачу. Ежонок в 7 часов утра отплыл от пристани веселые зверята на плоту вниз по течению реки. Через 8 часов Белочка отплыла от этой же пристани на моторной лодке со скоростью 25 км в час. И через 2 часа догнала ежонка. Найти скорость реки. Решение. Белочка догнала ежонка через 2 часа. За это время она проплыла 50 км. До того, как Белочка догнала ежонка, ежонок проплыл 10 часов. То есть ежонок 50 км плыл 10 часов. Значит, скорость реки равна 5 км в час. Рассмотрим еще одну задачу. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде равна 11 км в час. Ответ дать в километрах в час. Обозначим скорость течения реки за х. Составим таблицу, в которой отразим все, что дано в условии задачи. Скорость лодки, если она плывет против течения, равна 11 минус х. Против течения лодка проплыла 112 км. На этот путь лодка потратила 112, деленное на 11 минус х часов. Поскольку туда лодка плыла против течения реки, значит обратно она плыла по течению реки. Скорость лодки, если она плывет по течению реки, равна 11 плюс х. Поскольку лодка вернулась в пункт отправления, значит и по течению реки она проплыла 112 км. Время, которое лодка плыла по течению, равно 112, деленное на 11 плюс х. В условии сказано, что на обратный путь лодка потратила на 6 часов меньше времени. Тогда можно составить уравнение. Решив это уравнение, мы получим 2 корня, минус 40,1 третья и 3. Поскольку скорость реки не может выражаться отрицательным числом, то можем записать, что скорость реки равна 3 км в час. Теперь давайте рассмотрим задачи на движение протяженных тел. Как правило, в задачах на движение протяженных тел требуется определить длину одного из тел. Ключевой задачей на движение протяженных тел является задача, в которой надо определить длину поезда, который проезжает мимо столба или протяженной платформы. В первом случае поезд проходит мимо столба расстояния, равное длине поезда. Во втором случае пройденное расстояние равно сумме длин поезда и платформы. Рассмотрим задачу. Поезд, двигаясь со скоростью 80 км в час, проезжает мимо придорожного столба за 36 секунд. Найти длину поезда. Ответ записать в метрах. Поскольку столб стоит неподвижно, то расстояние, которое поезд проедет за 36 секунд, и будет длиной поезда. Поскольку скорость поезда измеряется в километрах в час, то переведем время движения в часы. Тогда получим, что время движения поезда равно 0,01 часа. Теперь найдем длину поезда. Получим 0,8 километров. Не забудем перевести полученный результат в метры. И получим, что длина поезда равна 800 метров. Рассмотрим еще одну задачу. Поезд, двигаясь со скоростью 60 км в час, проезжает мимо лесополосы, длина которой равна 400 метрам за одну минуту. Найти длину поезда. Ответ записать в метрах. Решение. Зная скорость движения поезда и время, за которое он проехал мимо лесополосы, мы можем найти расстояние, которое проехал поезд. Это расстояние состоит из длины лесополосы и длины поезда. Не забудем время перевести в часы. Получим, что за одну минуту поезд проехал 1 километр. Переведем это расстояние в метры и найдем, что длина поезда равна 600 метров. При решении задач на движение двух тел удобно считать одно из тел неподвижным, а второе, приближающимся к нему со скоростью равной сумме скоростей этих тел, если движение происходит навстречу, или разности скоростей, если движение происходит вдогонку. Такая модель позволит лучше разобраться с условием задачи. Рассмотрим задачу. По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза. Первый длиной 120 метров, второй длиной 80 метров. Сначала второй сухогруз отстает от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляет 400 метров. Через 12 минут после этого уже первый сухогруз отстает от второго так, что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого равно 600 метров. Насколько километров в час скорость первого сухогруза меньше скорости второго? Давайте теперь попробуем определить путь, который пройдет второй сухогруз за 12 минут. Будем считать, что первый сухогруз неподвижен, а скорость приближения второго равна разности скоростей второго и первого сухогрузов. Тогда за 12 минут второй сухогруз пройдет 400 метров, которые разделяли его от первого сухогруза, 120 метров длину первого сухогруза и 600 метров, которые должны его отделять от первого сухогруза. Не забудем о том, что мы начинали считать с того места, где находится нос второго сухогруза, поэтому и итоговое расстояние мы будем считать до носа второго сухогруза, то есть еще прибавим 80 метров, длину второго сухогруза. Таким образом, за 12 минут второй сухогруз пройдет 1200 метров. Поскольку скорость спрашивается в километрах в час, то переведем это расстояние в километры и получим 1 километр 200 метров. Переведем 12 минут в часы и найдем, что разность скоростей первого и второго сухогрузов равна 6 километров в час. Таким образом, скорость второго сухогруза больше скорости первого сухогруза на 6 километров в час. Мы с вами рассмотрели только основные виды задач на движение. Но есть такие задачи, которые тоже на движение, но не принадлежат ни к одному из вышеперечисленных видов. Рассмотрим пример. Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 40 минут он еще не вернулся в пункт А, и из пункта А за ним отправился мотоциклист. Через 20 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а еще через 40 минут после этого догнал его второй раз. Найдите скорость велосипедиста, если длина трассы равна 50 километрам. Ответ дайте в километрах в час. Давайте попробуем изобразить трассу и отметить на ней условия задачи. Обозначим скорость велосипедиста за x километров в час, а скорость мотоциклиста за y километров в час. До первой встречи велосипедист был в пути 60 минут, а мотоциклист 20. При этом они проехали равные расстояния. Не забудем минуты перевести в часы. Тогда можно записать, что x равно 1 третий y. Между встречами велосипедист проехал расстояние 2 третих x километров, а мотоциклист 2 третих y километров. По рисунку видно, что мотоциклист проехал ровно на один круг больше, чем велосипедист. Значит, 2 третих x плюс 50 равно 2 третих y. Получили систему уравнений, решением которой будет x равное 37,5 километров в час. Подведем итоги урока. Сегодня мы рассмотрели задачи на движение по прямой, движение по воде, задачи на движение протяженных тел, а также рассмотрели задачу на движение по замкнутой трассе. Продолжение следует...